Некоторые из вас о нем уже слышали. Молодой атлет из Украины, талантливый юниор, ранее появлялся на нескольких ютуб-каналах о бодибилдинге, но большинство зрителей все еще пока о нем не знают. Я решил это исправить и сегодня расскажу, кто такой Ярослав Верба, от чего его история близка многим из нас и почему на этого здоровяка по прозвищу «Украинский филхит» стоит обратить внимание. Сейчас продолжим. Устали выбирать между сотнями брендов спортпита? Не хотите переплачивать за упаковку и рекламу? Более четырех лет на рынке, безупречная репутация, самые лучшие анализы по данным независимой проверки. Мы не ломим цены и мы не удешевляем состав. Генетик-клаб – это первое российское качество, а не просто слова. Дело было во время моей недавней поездки в Украину, график у меня был плотный, вырваться в Харьков удалось буквально на несколько часов, но я хорошо помню по себе, что самое сложное в любом деле именно начинать. А в современном медиа сделать так, чтобы о тебе хотя бы услышали. Но для начала давайте определимся, что особенного в Ярославе и почему я решил о нем рассказать. Во-первых, он рослый атлет, а в бодибилдинге это редкость, и я знаю, что многие фанаты особенно ценят именно высоких культуристов. Впрочем, когда твой рост 190 сантиметров, набрать достаточный объема мышечной массы, тем более в ногах, это серьезный вызов. Но в то же время, если у тебя это получится, ты точно будешь выделяться на сцене. И в этом плане у Ярослава никогда проблем не возникало. Он начал выступать в 2014-м, сходу стал чемпионом Харькова и вице-чемпионом страны по юниорам, но главное – продемонстрировал отменную генетику. Конечно, его объемы и глубина взялись не из воздуха, и верба знает толк в тяжелой работе. От приседа за 300 кило до подъемов штанги весом 96 килограммов на бицепс, что стало абсолютным рекордом Украины. Парень силен, он покорит терпеливо шел к своей цели, и думаю, всем очевидно, что выглядеть так в 19 лет за счет одних только препаратов ни у кого не выйдет. Но когда твою природную одаренность дополняют знания и дисциплина, приходит результат. Вернемся в наши дни. Сейчас Ярославу 22 года, и мой приезд Харьков в конце апреля выпал как раз на его финальный этап подготовки к весеннему сезону после двухлетнего перерыва. Однозначного ответа нету, потому что отдыхал или потому что набирал все вместе. На самом деле, набирал все это время, я делал короткие отдыхи, и основной упор был на набор в отстающих зонах – это плечи, спина, выравнивание пропорций. Они и по сей день остаются у меня более слабыми мышечными группами, нежели это, например, те же руки или ноги. Мне все-таки удалось прибавить в пропорциях, прибавить в отстающих местах, и думаю, в этом сезоне мне получится показать новую форму. За это время Ярослав успел не только как следует набрать, но и пересмотреть свои взгляды на индустрию. Теперь он выступает не в IBB, а в альтернативе федерации UBPF, причем выбор был вполне обдуманным и осознанным. Вот это еще ситуация, которая сложилась в IBB, как оказалось, что выделялись круглые суммы на поддержку финансирования сборной Украины, тех, кто ездит на Европу-Мир, на областные соревнования, государственные чемпионаты Украины. И там должны были спонсироваться первые, вторые, третьи места, как минимум, с неплохими такими денежными призами. И этих денег мало того, что никто не видел, так еще ребята делали взносы, поездки оплачивали, и ну, то есть никто даже не знал, что за это что-то должны получать, чисто на своем энтузиазме. На федерации-то бог с ними, атлет и сам разберется, благо только в начале пути, а там уже видно будет. Нас с вами интересует именно форма, и так как на момент публикации этого видео сезон Ярослава уже стартовал, у нас с вами есть возможность оценить, насколько хорош этот парень в деле. Но к его соревновательной форме мы еще вернемся и обязательно обсудим ее. Прежде посмотрим, как создавались эти мышечные объемы, а конкретно ноги, с которыми Увербэй при его, напомню, внушительном росте полный порядок, а также проясним, почему история Ярослава знакома и близка многим из нас. Могу однозначно сказать, что грех жаловаться. Наверное, потому что я такой человек, который не жалуется на жизнь и старается добиваться всего, если что-то не устраивает, то просто идти вперед на пролом. Учитывая то, как я жил раньше, а это, знаете ли, жизнь с бабушкой, вот это мне было там 14, 15, 16 лет, пока я работать сам не начал. Потом я начал работать 17 лет тренером, охранником ювелирки, потом выбрался 18 лет в Харьков после первого старта. И дальше, 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 выше. И тенденция показывает то, что качество жизни моей улучшается. Я не буду говорить за всех, кому-то живется хуже, кому-то лучше. Но я однозначно не жалуюсь, я постепенно вижу динамику того, как я расту. Все одно на одно накладывалось. Самое главное, это то, что я не прекращал работать. И у меня получилось улучшиться в сравнении с 15-м годом. И дойти до конечной цели, до подготовки к соревнованиям уже сейчас. Мы не раз слышали истории от уже состоявшихся звезд об их сложном прошлом, тяжелый путь, все дела. Иногда это правда, иногда нет, но так или иначе это часть имиджа атлета. А Ярослав, напротив, еще на старте своего пути. И эти самые тяжелые времена, эти проблемы с деньгами, с жильем, с перспективами, со смутным представлением, чего ждать от будущего, с которыми так или иначе сталкивались на своем жизненном пути многие из нас, для него они, если и прошлое, то совсем недавнее. И это, как по мне, определенно делает его истории и взгляды ближе и понятнее. Хочется просто не потерять это время, использовать его по максимуму. Так как я говорил, что стараюсь цепляться за каждую возможность и за каждый день, чтобы выжать из него максимум, потому как я считаю, что хотя бы раз в неделю, раз в месяц нам перепадает шанс полностью изменить свою жизнь в лучшую сторону. И вот я стараюсь найти этот шанс. Один из таких вот шансов сейчас, как бы это ни звучало, выпало то, что ты приехал ко мне в Харьков. Честно, я совсем не ожидал. Для меня это абсолютно была новость. Хотя мы с тобой раньше общались об этом, и ты говорил, что мы, возможно, пересечемся. Но вот чтобы прям так конкретно ты взял и приехал в Харьков ко мне, для меня это действительно новый уровень. Поэтому вот после таких случаев действительно начинаешь верить в то, что эти шансы есть, их просто нужно брать и использовать на максимум. Он один из нас, тоже пробивает себе путь к целям, тоже живет мечтами, но главное – действует. И после изнурительной тренировки ног, на тот момент последний перед стартом турнира сезона, посмотрим, что Верба наработал в свои 22 года. Ну я смотрю, ты такой подзароший, да, немного? Ну да, просто подрассчитал так время, чтобы убрать всю растительность на мне, скажем так, на теле. Вот практически перед стартом все вы видите, насколько я зарос. Это делалось специально для того, чтобы вырвать это все с воском, потому как брить, сами понимаете, 100 плюс, рост под 1,90 метра – это день нужно потратить и добрых пачки 4 станков. Уже через 3-4 дня этого ничего не будет и будет плюс сантиметр 2 к глубине ко всем мышцам. Тут только воду слить и все. Низ всегда последний досыхает. Поэтому вот эта неделя слива воды, вся вода в ногах. И вот сейчас слив начнется, как раз уберется растительность. И вы увидите, как я кардинально поменяюсь. Я знаю, что я говорю, потому что через это уже проходил. Как и раньше, считаю своими слабыми сторонами плечи, спину. Хотя я над ними 2 с лишним года усиленно работал. Но пока еще есть много работы, потому как руки всегда доминировали с ногами. И под них затачивается вся форма. Кстати, о прозвище Ярослава – украинский Фил Хит. Наш герой, довольно критичный к себе, воспринимает это прозвище по-своему. С одной стороны, да, у него, как и у молодого Фила, сходу бросаются в глаза отличные руки и ноги. Этого не отнять. Но в то же время у вербы, как опять же у Хита на старте его карьеры, отстает спина и явно прослеживается нехватка ширины корпуса и плечевого пояса, что признает и сам атлет. Прямую параллель между уже семикратным мистером Олимпия и юниором из Харькова никто, конечно, не проводит. Но сходство определенно есть. И если Фил, ту же никогда слабую спину, уже спустя несколько лет превратил в чуть ли не главный свой козырь, то Ярославу подобная задача еще только предстоит. Впрочем, всегда найдутся комментарии, вроде, эй, перед турнирами в отражении зеркала все топовые, но на сцене это куда-то пропадает. И это не о Ярославе. Недавний чемпионат Харькова, первое место по юниорам и, пожалуй, что спорное второе место по мужчинам, но уже неделю спустя чемпионат Украины и абсолютно не только по юниорам, но и в открытой категории. И это атлет в 100+, который весит 110 килограммов, и это в 22 года. Безусловно, Верба впечатляет, мне нравится его форма, и те же слабые места скорее не удочают, а интригуют, как он в них после спрогрессирует и как будет выглядеть в будущем. Многие атлеты и тренера советовали не тренировать руки, не тренировать ноги, больше тренировать спину, плечи, но я придерживаюсь того критерия, что лучше делать слабые места сильными и чтобы слабые места догоняли сильные стороны. А не так, чтобы делать сильные стороны слабыми наравне со всем остальным. Поэтому я не сбавлял обороты в ногах и руках и просто давал больше наклона, больше акцента и внимания на слабые стороны. Но в этом плане одного моего мнения все же мало. Именно поэтому я обратился к атлетам, которые в индустрии уже очень давно, которые выступали сами и долгие годы готовили подопечных, так, чтобы они своим уже наметанным взглядом, пусть и по снимкам, которые, конечно, передают не все, высказали свое мнение о форме и перспективах Ярослава Вербея. О Ярославе можно что сказать, что у него кондиция очень хорошая, видимо, у него не возникает проблем с сушкой. Естественно, что этот юниор, он уже опережает развитие многих и можно считать его одаренным. Конечно, мне было бы интереснее посмотреть на него со сцены, не с фотографией, потому что фотографии они могут не передавать. По фотографии мне сейчас, допустим, мог бы придраться к некоторым, допустим, частям тела, но я это не собираюсь сделать, потому что все-таки нужно быть адекватным судьей. И я надеюсь, когда-нибудь его вот так вот увижу вживую на соревнованиях, потому что я на всех мероприятиях бываю, в принципе. В принципе, перспективы теоретически очень большие, вот. То есть хорошие пропорции, раз, нет отстающих групп мышц, есть определенная недоработка, там, зад бедра и ягодичные, но это все, как бы, приходит потом, да, то есть это не в 22 года. Естественно, многие мужчины могут уступить к этой форме, которая у него есть в данный момент, но нужно учитывать то, что бодибилдинг – это бесконечный такой, бесконечный океан, где всегда найдутся на тебя соперники, и если не найдутся соперники, то найдутся причины, которые могут повлиять на, естественно, результат. Поэтому, ну что, остается пожелать ему терпения и удачи. Есть два акцента, на которых я бы хотел остановиться. Первое – это потенциальная перспектива. Там все нормально, там крепление широчайших, правильное, там задняя дельта не отстает, руки хорошие, ноги хорошие. То есть потенциально из этого материала может быть большой результат. С другой стороны, есть для 22 лет очень хорошее развитие, да, и вот здесь как раз-таки опасность, потому что очень многие ребята, которые хорошо начинают прогрессировать в юном возрасте, они потом либо губят свое здоровье, либо они хотят, чтобы этот прогресс не сбавлялся, переходят на совсем другие дозы фармакологии, либо получают травмы, либо еще что-то, еще что-то, да. И очень много ребят, которые вначале вот были подающие надежды, да, вот ребята, они очень быстро там через пару лет сдуваются, потому что вначале, когда тебе там 20 с лишним лет, у тебя организм и на резервах своих прет нормально. Генетика супер, и теоретически все может получиться. Единственное, что вот если парень смотрит, да, чтобы не спешил, вот, не спешить, набирать массу, потому что вот это вся, весь прогресс быстрый, он, как правило, ничем хорошим не заканчивается, потому что неграмотная фармакология много, да, и очень большое желание быстро спрогрессировать, быстро все выиграть, чтобы тебя заметили, оно, как правило, в долгосрочной перспективе губит. У Ярослава уже отличная форма, хорошая силовая база и очень много работы впереди. Он все еще выступает в юниорах и молод в принципе, а по меркам бодибилдинга в целом и темпов созревания атлетов и наработки той самой жесткости мышц и вовсе юн. Это, безусловно, преимущество, но возвращаясь к словам Андрея Скоромного и большая ответственность. Карьера культуриста – это не спринт, это марафон, важно правильно распределить свои силы, что тем более сложнее сделать атлету, который на данный момент занимается без тренера. И если Ярослав с его-то генетикой обзаведется достойным наставником, это будет очень перспективный шаг для бой. Но это все будущее, а для нашего атлета тем временем продолжается соревновательный сезон, на днях он выступает в Николаеве, а затем в планах как минимум еще один турнир, и хочется просто пожелать Ярославу удачи. Он славный парень, толковый атлет, рядом с ним всегда его заботливая и милая девушка, и странно только, что местные украинские проекты и каналы почти что и не обращали внимания на этого здоровяка из Харькова. И пусть даже я смог вырваться к Ярославу всего на несколько часов, надеюсь, ему этот материал поможет. А вас призываю обратить внимание на этого атлета, ссылку на его профиль я оставлю в описании, подпишитесь и будете следить за его прогрессом, или просто напишите пару слов поддержки, это не суть. Важно, что все мы когда-то с чего-то начинали, или еще только начнем в будущем, и, конечно, проще это делать вместе. Делитесь в комментариях своим мнением о Ярославе, как вам его форма, и каким вы видите будущее бодибилдера из Украины. Ну а если выпуск понравился, и вам интересны материалы, а еще пока малоизвестных атлетах, поддержите проект лайком под видео, и подписывайтесь на мой канал. Ярославу, Харькову и, в принципе, украинскому бодибилдингу добра, вам, мои подписчики со всего мира, как всегда, спасибо за просмотр, и оставайтесь с Джобичем. Субтитры подогнал «Симон»